всем доброе утро хорошего дня на дворе дуще а я решила поговорить с вами о цветах сегодня вам говорить о реанимашках но вначале хочу показать этот прекрасный цветок это формоза который мне удалось приобрести у меня была одна формоза вот отцвел уже видите смотрите он так и не открылся лебесточки если вот так вот открою покажу вы увидите видите какая красота но когда цветает цветы ведь они не сочные не такие красивые как в полном цветении посмотрите какая прекрасная формоза это бабочка замечательная бабочка не удалось ее приобрести случайно зашла в магазин смотрю стоит вот такие корнюшечки ну сегодня я не буду вынимать корневую систему показывать вам пересадку все я просто оставлю ее пускай немножко по цветет она прекрасно цветет посредине два цвета носика и замечательные цветочки я ее оставлю в мхе так как я ее приобрела ставлю такой стаканчик и на дно стаканчика наливают немножко воды и в таком состоянии но мне уже месяц стоит и прекрасно себя чувствует ни один цветочек не сбросила новый листочек растет я смотрю какие-то цвет листьев другой или это болезнь какая-то я еще не не успела за ней проследить до конца или просто пигментация эти здесь листик другого цвета будем наблюдать пока у нее все хорошо шеечка в порядке все замечательно корень мошечку пока в сторону это пульте рима моя некоторые мои зрители говорят что это не пульте рима но я не знаю я покупала ее как пульте рима на горшочке было напечатано поэтому всем говорю пульте рима а как она другому называется чужие буду выдумывать если было напечатано на горшочке при покупке покупала я в магазине не у людей если бы я у людей купила можно было бы сказать кто-то пересадил перепутал горшочек нет покупала я именно в магазине я хочу чуть-чуть цвет увели фонарик включить надо как красиво сочно вот так не передается желтого не видно не столько цветов на ней у вас посадите какая прелесть а вот эти средние лебестки еще чисто ярко-желтые и сахарным переливом все равно не передается сейчас попробую убрать хочется показать красоту всего растения когда хочется не получается ведь а так она какая-то розовенькая но не розовенькая она ободочек розовенький а сама по себе она имеет все цвета где желтый здесь розовый здесь зеленковатый ну ладно сегодня не о ней ари немножко поговорим вот мои реанимашки у них так как я уезжала вся вода испарилась и сегодня им буду добавлять новую порцию препарата не чистой воды с hb101 и много воды не надо я вам покажу каждую какие корнюшечки у них покажу вам каждую реанимашку какие корни у них заросли зачищу и покажу как я делаю препаратик так начнем с вот это это желтый восковик я покупала зашла в магазин а там ампельные восковики обалденные и это было выпало из горшочка и мне продали дешевле и было полностью без корней видите как нарастила корневую систему в моем препарате я очень довольна сегодня я срежу вот этот корешок сейчас промык прям срежу на ваших глазах он уже не нужен он мягкий он уже растение не питает у нее растут новые листочки эти два выросла новых этот был поврежденный при покупке этот стал мягенький и этот мягенький но зато посмотрите какая корневая красивая я ее оставлю в этом же горшочке мыть его не обязательно так как орхидейка привыкла к своей микрофлоре сейчас я пока ставлю в сухой горшочек а затем приготовлю препараты в каждый горшочек добавлю препаратик следующая орхидейка смотрите у этой орхидейки было только одна шейка ни одного корня и меня спрашивают как на как такие растения могут питаться когда я рассказываю что нужен один хотя бы корешок погруженный в препарат hb101 и тогда орхидейка выживает но в этом случае другая ситуация корневую шейку нежелательно мочить но мне пришлось не было выхода этих корней абсолютно не было и пришлось не мочить ведь она почернела но орхидейка выжила листочек этот можно снять и посмотрите сколько молодых листочков она хороших крепеньких нарастила вот посмотрите два листочка этот старенький сейчас попробую зачистить чтобы не поломать также она стояла в препарате hb101 препарат я не меняла сейчас я думаю можно даже вот ведь молодой тоже пошел корешочек можно было даже обрезать это все наверно пока не буду пускай нарастит еще более плотную корневую систему я только ее удалила листочек вот этот сухой больше с ней ничего делать не будем ставлю опять стаканчик видите тоже ее высохла водичка она живет своими про флоре стаканчик не мою вот следующая реанимашка здесь более такое удачная пучок корней здесь был старенький корешок вот этот и он раскуклился на конца веке ему все нравится и вот этот старенький но этот отсох его можно снять прямо у основания вот этот можно убрать я немножко сдвинула сторону хотела посмотреть в ней камеры а потом глянула вам не видно камеры тяжело снимать видео если кто-то тебя снимает да если ставишь и смотришь камеру оно кажется что отдаляет как-то непонятно ну неважно чем об этом сейчас говорить вот смотрите какая корневая красивая еще немножко она выпустит своих корней можно будет пересаживать старый листочек она не засушила только видите какой немножко деформированный и это деформированный этот я полностью срезала я даже не помню какой-то цвет помню что красивая какая-то была какой цвет не помню ну ладно было подписать а это у нас молоденький листочек помещаю стаканчик аккуратненько чтобы не поломать крышочки ну вот так она у меня стоит в стаканчике а вот следующий орхидейка смотрите листочек старый она засушила это более мощное растение она когда нарастет корни уже можно будет ждать от нее и цветоносиков надо снять ну это можно сделать пинцетом можно и руками кому как удобно неудобно руками ногтем зацепила и все вот смотрите и под этим сухим листочком показался еще корешочек а а здесь аж корешочек аж листочек пробил смотрите какие корни он растил а шикарные мощные что значит мощное растение шейка шейка толстенько красивенько тоже корни у нее не было видите вот это был корешок вот этот вот сухой а это все молодые она просто дольше стояла в воде она долго не хотела препарате аж без то один она долго не хотела пускать ничего а потом как пошла мощная корневая а сейчас я уезжала и просто вся вода вон высохла и нужно поменять растворчик я их ставлю в те же горшочки в которых они стояли потом у меня такая орхидейка попробуем с нее что-то вырастить видите шейка вроде бы живая но листик желтый не знаю что то получится не получится она уже давно стоит и в препарате и без препарата и не хочет если орхидейка не способна к жизни я просто ей оставила цветонос думала ну как держатель без цветочка как держатель думала ей будет удобно она не будет переваливаться на бочок и тянул силы а потом засох тот цветоносик а вот такая вот орхидейка интересно мне выйдет что-то или нет это я сейчас утопила ее случайно и она намокла надо будет салфеточкой вот я продула салфеточкой промокнуть чтобы эта часть была сухая в сухом состоянии шеечка и будем ее тоже спасать сейчас я вам еще одну покажу орхидейку вот смотрите еще одна орхидейка я думала это у нее отек а это у нее пигментация цвета видите листик то ли подморожен был то ли что но здесь растет здоровый листочек я уже думала что-то с ним делать обрезать там лечить припудривать но ничего не стала делать ведь и он сам вырос здоровым листочком стволик у нее шейка прекрасная но корней нету будем восстанавливать корневую систему она у меня простояло две недели воды пока мне не было просто в воде а теперь буду ее ставить в препарат вот один кореш я вам показываю как есть но молодые нигде не лезут посмотрим сколько времени пройдет чтобы она пустила корневую систему с моим любимым препаратом это тоже очень интересно за какое время она начнет движение так берем воды немного в этот раз я взяла 200 грамм воды вот такой стаканчик от сметаны потому что мне много не надо лишнее поливать я растение сегодня не буду просто их уже поливала некуда будет лишнее вылить обычно я беру на литр воды одну-две капельки а сейчас возьму для того чтобы их немного взбодрить свои реанимашки так как вода полностью исчезла возьму одну капельку на 200 грамм одну я черепу ну капаль у бульбочка еще одна капелька возьму этой орхидейки палочку помешаю Это башмачок у меня рядом растет. Я вам в конце покажу башмачок. Смотрите, как я наливаю. Видите, пустой стаканчик. Все, больше не надо воды. Видите, немного. Удачный стакан, хорошо в нем видно. А то мутные стаканы, у них плохо видно. Так, следующий стаканчик беру. Не хочется шейку замочить, поэтому я ее, наверное, выему. Стакан я не мыла. Вот столько набрала воды. Корешочки я старые обрезала. И вот так устанавливаю. Шейка не дотрагивается. Корешочки полностью в воду тоже не погружены. Ну, это и большое, это и не страшно. У нее все хорошо. Немножко нальем. Все, хватит. И сейчас они с удовольствием напьются этого препаратика. Вот в этих стаканах не видно, видите. Сколько я наливаю? Немножко. Напьются этого препарата и пойдут опять в рост новые корешочки. И посмотрите, с какой быстротой они пойдут в рост. А эту орхидейку я поместила в такой двойной горшочек. На дне у нее вода, на фитиле. Я ей просто полью препаратом на стволик и на корешочек. Так как у меня немножко разведенного препарата. И чтобы не переводить. Она сейчас напитается. И там у нее есть влага в горшке. И она должна в таком состоянии оставаться. Еще у меня есть маленькая вот эта вот орхидеечка. И ее тоже нужно как-то оживить. У нее был еще один листочек сбоку. И я его случайно обломала. Ну, он желтенький тоже был. И так зацепила. И он обломался. И я вот думаю, во что ее поставить. А поставим ее, наверное, в такой пластиковый стаканчик. Маленький. Одноразовый. Извините. Вот. И мне будет видно все. И будем наблюдать за ней. Препарата я налила. Вообще на донышке. Смотрите. Одну граминочку. И помещаю сюда. В ее орхидейку. Конечно же, шейкой она будет касаться. Потому что ей нужна влага. Ей нужно попить. Этого даже много будет препарата. Сейчас я, знаете, что придумаю. Поставлю на дно такую резиночку. Чтобы она не падала. О! Все. Замечательно. Видите? И она кончиком чуть-чуть будет касаться. Как она поведет себя дальше, я вам буду снимать видео. И рассказывать. Пойдет она в рост. Или что-то с ней случится неприятное. Мне самой очень интересно. С такого чудо-листика я еще не выращивала орхидейку. Он какой-то желтенький вообще. Мне попалась такая убитенькая реанимашечка. Ну, надо попробовать. Эксперименты всегда интересны. Сейчас покажу вам башмачок. Смотрите, какой у меня башмачок. У меня здесь сидят три башмачка. Они уже очень хорошо разрезались. Вот новые розеточки пустили. А башмачок цветет только с новых розеточек. Старые розеточки. Вот это с цветоносом, которые были. Они больше цвести не будут. Он любит цвести только с новых. Вот башмачок Мауди я купила. Видите, какая красивая листовая расцветочка. И тоже вот он пустил новый. А этот башмачок я купила. Он немножко другой. Более светлее, чем Мауди. Не знаю, может он потом потемнеет и будет одинаковый. Но не важно. Я купила очень ослабленный, длинный. Я его посадила наискосок. И здесь кончик. Но пока ничего с него не видно. А в следующем видео будем пересаживать вот эту красавицу. Так как она начала чего-то сушить цветочки. Я ее купила, не пересаживала. Корневая вроде бы хорошая. Но там, наверное, торфяной стаканчик. И начала. Она себя плохо чувствует. Цветоносом засушивает. Цветочки тоже засушивает. Мы ее пересадим. И будет у нее все хорошо. Нужно посмотреть. А, вот еще одна реанимашка забыла вам показать. Это долматинец. Посмотрите, как он прекрасно себя чувствует. Цветочек сбросил. Цветонос плотный, хороший. Ничего с ним нет. И покажу вам серединочку. Посмотрите, как он начал листочек быстро наращивать. Я его высадила в керамзит. И немножко мха там добавила. И он хорошо себя чувствует. Видео у меня есть, в каком состоянии этот долматинец пришел ко мне. Как я его спасала, лечила. На сегодня все. Будем заканчивать мое длинное видео. Всем удачи. Всем пока. Ждем новых результатов. Всего вам доброго. Субтитры сделал DimaTorzok